В Ненинском округе стартовала деловая неделя в повестке много важных мероприятий, на которых будут подведены итоги работы по одному из ключевых направлений государственной политики региона предпринимательства. Участие в деловой неделе примут главы муниципальных образований и руководители учреждений со всего округа. Вместе с представителями власти и бизнес-сообщества в рамках большой встречи обсудят и планы по развитию сферы предпринимательства на 2016 год. Так, в следующем году предприниматели Ненинского округа смогут получить услуги по микрофинансированию и гарантированию своей деятельности. Такую возможность им представит фонд предпринимательства и предоставление гарантии о новых для региона механизмах поддержки бизнеса. Подробно говорили на заседании Координационного совета по развитию инвестиций и предпринимательской деятельности. Спрос на услуги микрофинансирования и гарантирования в регионах страны растет год от года. Для Ниницкого округа такие виды государственной финансовой поддержки предпринимателей абсолютно беспрецедентные. Сегодня фонд предпринимательства оказывает помощь в получении финансовой поддержки только в виде грантов и субсидий. По словам директора фонда Алексея Попова, возможность, которую в следующем году смогут получить представители бизнес-сектора, сегодня актуальна как никогда. В сложившихся экономических условиях одна из самых главных проблем, с которой сталкиваются предприниматели – ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Сейчас мы разработали все нормативные правовые акты, получаем лицензию в Центробанке и запланировано на 2016 год на микрофинансовые услуги 6 миллионов рублей. Средняя сумма займа составит 500, то есть выдавать будем от 100 тысяч до 1 миллиона рублей под ставку от 5 до 10 процентов в зависимости от вида деятельности. И займы будут выдаваться под залог. Кроме того, в следующем году фонд займется гарантированием. На предоставление гарантии из бюджета округа направят 20 миллионов рублей. Услуги гарантирования входят в поручительство на сумму не более 2 миллионов рублей. Сумма гарантий – до 50-70 процентов от суммы обязательств предпринимателя по кредиту. Услуга будет предоставляться под комиссию не более 3 процентов. Кроме услуг финансовых, в 2016 году предприниматели региона ждут значительное налоговое послабление. С 1 января 2016 года предприниматели, которые осуществляют деятельность по упрощенной системе налоговое обложение, это касается и тех, которые используют доходы, и доходы минус расходы. Здесь правом субъекта был использован максимально. То, что касается предпринимателей по системе доходы, по 21 виду деятельности ставка налоговая с 6 процентов снижена до единицы. А то, что касается также 21 виду налогов, доходы минус расходы, с 15 максимально снижена до 7,5 процентов. Кроме того, что ждет сферы предпринимательства в будущем году, поговорили и о результатах, которые удалось достичь в этом году. При содействии фонда во внебюджетном секторе экономики создано около 80 рабочих мест. Через экспертный отдел прошло 45 бизнес-планов. Финансовую поддержку в виде грантов и субсидий на общую сумму почти 8 миллионов рублей на сегодняшний день получили 23 предпринимателя. На сегодняшний день в рамках реализации госпрограммы развития предпринимательской деятельности в бюджете на 2016 год запланировано 72 миллиона. Это ровно в два раза больше, чем в этом году. В эту сумму входят субсидии на возмещение части затрат по уплате авансового платежа при заключении договора лизинга. На это направление выделено 5 миллионов рублей. 9 миллионов направят на гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. Более 12 миллионов на субсидии малому и среднему бизнесу в целях возмещения части затрат, связанных с существованием предпринимательской деятельности. Сюда входят субсидии на модернизацию производства, аренду помещений, оплату коммунальных услуг, приобретение сырья и материалов в сфере традиционных промыслов, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. Все эти виды поддержки уже сегодня дают ощутимые результаты. Увлечение объемов производства, создание новых предприятий и рабочих мест. Как отметил глава региона Игорь Кошин, это только первые шаги и итоги останавливаются на достигнутом недопустимом. Курс на повышение предпринимательской активности и конкурентноспособности – это требование времени. От грамотной политики в этой области зависит экономическая безопасность Неницкого округа. Бюджет следующего года не дает нам права на ошибки. Каждый рубль должен быть потрачен эффективно. Это касается и мер поддержки предпринимателями. За каждый из них должен быть виден конкретный результат.